ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сегодня в выпуске. Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что Лондон не будет возражать против применения передаваемого ВСУ британского оружия по российской территории. Какую задачу должен решить саммит мира в Швейцарии, посвященный урегулированию конфликта в Украине? Палата представителей Конгресса США на фоне студенческих акций в поддержку палестинцев приняла закон о просвещении в отношении антисемитизма. Также сегодня. Либо запасной аэродром, где он сам и его семья собирается жить после того, как уйдет от власти, либо просто это построенные там комплексы, можно действительно рассматривать, как такое хорошее вложение денег. Александр Лукашенко строит себе рядом с Сочи очередную роскошную резиденцию. На фоне продолжающихся ожесточенных боевых действий в Украине, постоянных ракетных обстрелов украинских городов, регулярных ударов беспилотников по территории России, посетивший Киев министр иностранных дел в Великобритании Дэвид Кэмерон сделал очень важное заявление. Он подтвердил, что британское правительство не будет возражать, если передаваемое ВСУ оружие будет применяться по российской территории, а не только по суверенной территории Украины. Вот что Кэмерон сказал в интервью агентству Reuters. Великобритания, безусловно, в первых рядах тех, кто поддерживает Украину. И премьер-министр подтвердил, что мы будем выделять 3 миллиарда фунтов каждый год до тех пор, пока это необходимо. Мы передаем абсолютно все запасы вооружения и боеприпасов, которые мы в состоянии передать. Часть этой помощи прибывает прямо сегодня. Что касается действий Украины, то мы считаем, что сама Украина должна решать, как применять это оружие. Они защищают свою страну, они подверглись незаконной агрессии со стороны Путина, и они вынуждены идти на эти шаги. Мы не обсуждаем какие-либо условия применения этого оружия. Я хочу выразиться совершенно четко. Это Россия напала на Украину, и у Украины есть неотъемлемое право на ответные удары по России. В том числе и по российской территории. Это решение, которое должна принимать Украина, и она имеет на него полное право. Россия бьет по Украине, и вполне очевидно, почему Украина хочет обладать способностью защитить себя. Она пытается прогнать россиян со своей территории, и ей нужна возможность наносить ответные удары. Это был фрагмент интервью агентству Reuters, министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кемерона. Интервью он дал в Киеве. Добавлю, что ранее Министерство иностранных дел Латвии заявило, что Украина получила оружие от нескольких западных стран с разрешением бить по российской территории. В ответ представитель МИД России Мария Захарова потребовала от Латвии опубликовать список этих стран. Ну а президент Франции Эммануэль Макрон в интервью журналу «Экономист» подтвердил, что не исключает отправку в Украину подразделений французской армии в случае, если положение ВСУ станет критическим. «Я ничего не исключаю, поскольку мы имеем дело с тем, кто ничего не исключает», — сказал Макрон. «У меня есть четкая стратегическая цель. Россия не может победить в Украине. Если Россия победит в Украине, безопасности в Европе не будет», — подчеркнул французский президент. Судя по словам пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова, в Кремле к заявлению Макрона отнеслись со всей серьезностью. «Заявление очень важное и очень опасное. Франция в лице главы государства французского продолжает постоянно говорить о возможности своей прямой вовлеченности на земле в конфликте вокруг Украины. Это очень опасная тенденция. Мы внимательно за этим наблюдаем и продолжаем, и будем продолжать нашу специальную военную операцию до достижения всех поставленных целей». Это был пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Министерство иностранных дел Швейцарии подтвердило тем временем, что России не будет направлено приглашение на саммит мира, конференцию с участием десятков стран, которая состоится неподалеку от города Люцерн 15 и 16 июня и будет посвящена мирному урегулированию конфликта в Украине. На отсутствие приглашения в Швейцарию ранее жаловался Владимир Путин, но при этом представители политического руководства неоднократно и в очень резкой форме подчеркивали, что российская делегация в Швейцарию не поедет, даже если такое приглашение поступит. А вот что говорится в заявлении швейцарского МИД. Швейцария всегда демонстрировала открытость относительно приглашения России на этот саммит. Однако Россия несколько раз публично заявляла, что она не заинтересована в участии в этом первом саммите. Саммит в Швейцарии направлен на то, чтобы инициировать мирный процесс. Швейцария уверена, что Россия должна быть вовлечена в этот процесс. Мирный процесс без России немыслим. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил на днях в интервью журналу Foreign Policy, что цель саммита мира в Швейцарии создать коалицию стран с общими подходами к мирному урегулированию в Украине. После этого возможно и привлечение к переговорам России. Вот как эти слова поясняет украинский политолог Олег Саакян. Любое упоминание о переговорах с Россией до того, оно сталкивалось с целым рядом по инерции стереотипов и заблуждений, которые были созданы Россией, как сейчас, так и в целом географии истории. Одно из них первое. Это то, что в данном случае мы имеем дело не с преступлением, где страна агрессор, страна жертва, и, соответственно, должно быть восстановлена справедливость. А имеем дело якобы с неким военным спором. У них мир знает множество. Но все другие конфликты, это споры территориальные, ресурсные, исторические, любые другие, но там не имеет места агрессия, не спровоцированная, незаконная, побирая международное право одной стороны против другой. Тут справедливости нет с двух сторон. Тут есть справедливость, только с одной стороны есть агрессия, преступник. Россия это замыливает, и, соответственно, мир не готов был об этом замысливаться. Украина формулой мира фактически говорит об этом. И показывает четко, как эти прецеденты, созданные Россией, нарушение международного права, влияют на мировую безопасность. Ядерную, экономическую, логистика и торговля на продовольственную безопасность, правосудие и дальше. Также все время существовал ментальный капкан о том, что уступки должны быть со стороны слабого, а не со стороны сильного. Украина должна отказаться от того, что имела, а Российская Федерация от того, что потенциально еще не дозахватила, не дополучила. И это тоже, конечно же, не приближало бы нас к действительному миру. Мы все это уже проходили с 2014 года. И, соответственно, Украина взялась за то, чтобы поднять в 10 пунктах все эти проблемы и показать, что это является прецедентом для мира. Ведь даже в случае, когда мир нашел у себя судей, и был выписан ордер на арест Путина международным криминальным судом, то, тем не менее, все равно проявляется, что нет ни прокурора, ни полицейских, ни исполнительной службы. И, соответственно, Ксмин Кулеба тут черным по белому говорит. Есть два способа принудить агрессора к тому, чтобы был мир. Либо дипломатический, но тогда мир должен быть силен дипломатически, и для этого саммит. Либо на поле боя силой физической, если агрессор не понимает силу права. Но без восстановления силы права говорить с агрессором, который пользуется правом силы, абсолютно бесполезно. Поэтому Украина сейчас об этом и заговорила, а не ранее. И только после того, как закончится процесс формирования цивилизованных правил, и, соответственно, представление о том, что есть справедливым миром между Россией и Украиной, на основах и принципах устава ООН и международного права. Саммит мира ровно направлен на то, чтобы показать, что, смотрите, переводим все очень просто на пальцах. Российская Федерация начала блокировать украинский экспорт продовольства, от чего пострадала огромнейшая часть населения нашей планеты. И у мира не было, что противопоставить этому. Никто не взял под конвой украинские корабли ООН, только свои очередные заявления пустопорожные, как говорят, в Украине выпускала. И к чему это привело? К тому, что сейчас еминские хуситы фактически в Красном море повторяют российские действия, и мир все так же является импотентным по отношению к реакции. Россия захватила атомную электростанцию, а угрожает ядерным оружием. И что мир смог на это противопоставить? МАГАТЭ. На африканском континенте сейчас развивается активная атомная энергетика. Соответственно, уже послезавтра, условно говоря, может кто-то другой захватить атомную электростанцию, и мир снова-таки отправит туда МАГАТЭ, и он становится небезопасным на прецеденте запорожской атомной электростанции. И так во всех пунктах, под них создаются механизмы, и все как минимум соглашаются, что действительно, вот это есть плохо, вот это есть хорошо. Тогда выставляются условия, которые необходимо России принять, для того, чтобы вернуться в цивилизованную диалогу с миром. И тогда уже страны, которые признают эти правила цивилизованного мира, фактически либо солидаризируются с механизмами давления на Российскую Федерацию, принуждая ее сесть до стол переговоров и принять эти правила. Не украинские ультиматумы, не украинские предложения, а мировое предложение относительно того, что является справедливым завершением Российско-Украинской войны. Либо тогда эти страны вынуждены будут прибегать к принуждению, или как минимум они не смогут сказать, что теперь они будут помогать России обходить санкции, потому что это не их конфликт, и потому что это их не касает. Пока Россию блокируют только западные страны, условно, страны Рамштайн, Путин может, извините, крутить дули всему миру и говорить, это вот у них только у этого миллиарда населения есть ко мне проблема. А глобальное большинство, как любят говорить в России, с ним проблем у России нет. Так вот задача сейчас максимально привлечь глобальный юг к тому, чтобы продемонстрировать, что прецедент созданной России, агрессии, он имеет своим результатом небезопасный мир, не только в Европе, но и в целом на планете. И это наша общая заинтересованность в том, чтобы Российская Федерация не просто была остановлена, а чтобы и все прецеденты, которые она создала, нашли свое наказание и нашли свои ответы. Ведь ненаказанное зло, оно обречено на повторение. И в Израиле сейчас наблюдали, как ровно те же самые шахеды теперь летели по территории Израиля, тех же самых марок, например. Хотя еще буквально два года назад в Израиле считали то, что Российско-Украинская война, она же далеко, она же их не касается. Вот я думаю, что на месте Израиля могут оказаться еще многие другие государства, которые могут прозреть раньше, чем к ним прилетели российские, иранские дроны, полистические ракеты, северокорейские и другое вооружение. Они могут эти выводы сделать и сейчас, если будут на это способны. Это был украинский политолог Олег Саакян, фрагмент его интервью телеканалу «Настоящее время». Вы слушаете «Время свободы». Правозащитница Валентина Чупик, занимающаяся проблемами прибывающих в Россию мигрантов из Центральной Азии, рассказала изданию агентства, что российские власти вслед за гражданами Таджикистана в последние дни перестали пускать в страну и граждан Кыргызстана, и Узбекистана, и часто без всякого объяснения причин. Вот что Валентина Чупик рассказала в интервью ведущей программы «Радио Свобода. Человек имеет право» Марьяне Тарачешниковой. Изменилось только количество неосновательных запретов на въезд в Российскую Федерацию. В большинстве случаев им выдают уведомления о запрете на въезд, в которых вообще даже не указаны нормальные основания. Там указаны статьи 26, 27, все-11, а в статье 26, 14 пунктов, в статье 27, 11 пунктов. То есть неизвестно, пока у кого из 25 этих пунктов человеку запретили въезд. В некоторых случаях людям пишут, что они угрожают национальной безопасности Российской Федерации. Есть кейсы, когда людям пишут превышение сроков пребывания даже тем, кто впервые приехал в Российскую Федерацию. Неосновательных запретов на въезд просто огромное количество. Законных оснований они не ищут. Буквально распечатаны пачки уведомлений о запрете на въезд. И пограничник просто берет очередное заявление из пачки и вписывает тогда вручную фамилию человека, которому вручает это уведомление. И есть еще такие пограничники, которые извиняются, говорят «извини, у нас план». Вот мы сейчас с вами говорим о тех людях, которым не дали въехать в Россию, несмотря на то, что фактически не было никаких обстоятельств, препятствующих этому, кроме решения пограничника. А что сейчас с теми, кто уже находится в России? Некоторое время назад сообщалось о каких-то повальных облавах, проверках документов, высылках чуть ли не групповых. Что сейчас с этим? С 23 марта по 2 апреля мы пережили абсолютный шквал. У нас были до 3000 обращений в сутки. У нас за это время было 19169 содержанных, представляете? Было 164 случая насилия, в том числе 24 случая переломанных рук, один случай выбитого глаза. Глаз выбивали архоматурой сотрудники Росгвардии. Этого было огромное просто количество. Были выбитые зубы, были лица, которыми пили об дверные ручки. Этого было просто кошмар. Но с 2 апреля это все неожиданно пришло в норму. Я думаю, что оно пришло в норму после того, как правительства наших стран происхождения стали обращаться к правительству Российской Федерации. И я думаю, что намекать на то, что они могут и пособлюдать санкции. Это была правозащитница Валентина Чупик. Вопросы ей задавала Марьяна Тарачешникова. И, как я уже рассказывал, Министерство иностранных дел Таджикистана на днях выразило протест российскому послу в Душанбе в связи с отказом впустить в Россию граждан Таджикистана. Речь идет о многих сотнях людей. И многие из них оказались в очень сложном положении, не имея возможности часто не въехать в Россию и не вернуться домой. Как считает политолог-хурсант Хурамов, власти Таджикистана не хотят ухудшения отношений с Россией. Но, с другой стороны, они сталкиваются с явным недовольством собственного населения, с которым не могут не считаться, и им нужно хотя бы публично проявлять твердость. А в Москве к такому не привыкли. Очень долгое время в России раскачивался националистический дискурс, и в итоге таджикские мигранты стали заложниками этой ситуации. Поэтому, мне кажется, так быстро власти не могут пойти на компромисс и решить этот вопрос. Я полагаю, что это игнорирование является следствием внутренних процессов, прежде всего, раскачиванием националистического дискурса в России вследствие украинского кризиса и продолжающейся войны в Украине. И поэтому власти сейчас, опасаясь такого внутреннего общественного давления, не могут так быстро пойти на компромисс и принять, скажем так, предложение Душанбе. В экспертных кругах есть очень много инсинуаций по поводу того, что между Кремлем и Душанбе есть какие-то нерешенные вопросы, и таким образом в Кремле пытаются решить эти вопросы в пользу себя. Но каких-то открытых проблем или нерешенных вопросов мы не видим между Душанбе и Москвой. Как известно, Душанбе идет очень охотно на компромисс относительно и в вопросах двустороннего сотрудничества, и в вопросах тракта, который произошел в Крокусе. Мы знаем, что российские исследователи посещали Душанбе, они допрашивали родственников обвиняемых. Власти России привыкли к такому молчаливому согласию официального Душанбе во всех вопросах. И мне кажется, что в данной ситуации общественное мнение внутри Таджикистана складывается не в пользу властей Таджикистана и заставляет их реагировать соответствующим образом. Но для Москвы такая реакция кажется непривычной. И возможно, что все, что сейчас происходит, находит, скажем так, отклик в таких вот политических решениях. На самом деле, если ситуация превратит характер компании и будет дальше продолжаться, это будет иметь достаточно негативные социально-экономические последствия для Таджикистана. На первом этапе мы говорим, прежде всего, о социальных последствиях, поскольку это явный подрыв авторитета власти и первого лица в Таджикистане. А в дальнейшем это снижение сокращения денежных потоков, которые в разные годы равнялись около 40% ВВП, и от которых зависит платежеспособность населения Таджикистана. Поэтому мне кажется, что тут есть прямая корреляция с политической стабильностью и с дестабилизацией экономической ситуации. Но если гипотетически рассуждать о том, на какие меры может пойти Таджикистан, это, безусловно, вопрос нахождения российской базы на территории Таджикистана. Это окно, нурек. Но если уж идти таким путем, мне кажется, что это ставит под сомнение полностью весь спектр межгосударственных отношений Таджикистана и России. И на сегодняшний день, по крайней мере, мне кажется, что ситуация очень далека от того, чтобы в Кремле и в Душанбе шли на какие-то коренные изменения в двусторонних отношениях. Очень долгое время эксперты говорили о том, что Таджикистану необходимо снижать уровень зависимости от миграции, необходимо диверсифицировать миграционные потоки помимо Москвы в другие страны. Но очень долгое время эти рассуждения имели чисто теоретический характер. Однако последние события показали, что это на самом деле очень серьезно. И власти Таджикистана, возможно, задумаются над тем, чтобы найти другие пути для диверсификации миграции и для создания рабочих мест. Конечно, здесь прежде всего нужно говорить о том, что в Таджикистане уже давно назрела необходимость проведения коренных экономических реформ. Они очень часто связаны с политическими реформами, которые предполагают в том числе сменяемость власти, борьбу с коррупцией. Пойдут ли власти на это, на самом деле, является пока большим вопросом. Власти, мне кажется, об этом уже задумываются. Это был политолог-хурсант Хурамов. Фрагмент его интервью в программе «Настоящее время. Азия». Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня пятница, 3 мая. Тема выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Палата представителей Конгресса США приняла вчера закон о просвещении в отношении антисемитизма, который теперь будет передан на рассмотрение Сената. К принятию этого закона конгрессменов подтолкнули, охватившие практически всю страну, студенческие протесты с требованием защитить права палестинского населения в Газе и остановить там боевые действия. Эти протесты нередко сопровождались откровенно антисемитскими высказываниями и лозунгами и угрозами в адрес студентов еврейского происхождения. Перед голосованием группа конгрессменов посетила палаточный лагерь студентов в Вашингтоне, рассказывает корреспондент «Голоса Америки» на Капитолийском холме Наталка Писня. Группа республиканцев, нижние палаты, в частности, это Анна Полина Луна, Лорен Бобер, Джимс Комер и Байрон Дональдс, они отправились накануне на кампус университета Джорджа Вашингтона, чтобы выступить перед участниками пропалестинского митинга и посетить тот палаточный городок, который они разбили. Руководство университета неоднократно пыталось, изъявляло о том, что нужно решить эту ситуацию и убрать лагерь, но пока что каких-то активных действий не предпринимало. Лорен Боберт, в частности, накануне попыталась снять со статуи Джорджа Вашингтона флаг палестинской автономии, отметив, что сам по себе памятник является федеральной собственностью. Она также заявила, что если университет не разрешит ситуацию с палаточным городком и прерыванием учебного процесса в ближайшее время, она сделает все возможное, чтобы лишить его федерального финансирования. Затем законодатели, собственно, перешли к выступлению. Они также вооружились и мегафоном на тот случай, если микрофоны по какой-то причине будут отключены, и, соответственно, те протестующие, которые собрались вокруг них, встретили политиков улюлюканьем и возгласами недовольствия. Давайте посмотрим. Вот то, с чем студенты здесь, в университете Джорджа Вашингтона, сталкиваются каждый день. Их образовательный процесс нарушен, ровно как и выпускные экзамены. Это неуважение. Сегодня ко мне подходили студенты-евреи, многие из которых боятся за свои жизни и за комментариев в их адрес. Это та ситуация, которую нужно решать. Стоит отметить, что один из законодателей, который накануне посетил палаточный городок в университете Джорджа Вашингтона, это Джеймс Коммер. Он руководит комитетом по надзору. И в качестве реакции на то, что он увидел в университетском кампусе, он заявил, что на следующей неделе его комитет планирует провести слушание при участии мэра американской столицы Мюрил Баузер и, соответственно, начальника полиции. По информации изданий The Hill и Washington Post, полиция якобы отказалась принимать какие-то действия, несмотря на призывы университета, отметив, что университет является частным учебным заведением. В свою очередь, официальные представители полиции пока эту информацию не комментируют. А в Нижней Палате тем же вечером рассмотрели и утвердили проект закона о просвещении в отношении антисемитизма. И очень многим наблюдателям бросилось в глаза, это не цифра поддержки, это в общей сложности 320 законодателей от обеих партий, но скорее показатели тех законодателей, которые голосовали против, это 70 демократов и 21 республикан. Среди них, например, такие представители демократов прогрессивного толка, как Александрия Кассио-Кортес, как Ильхан Амар, Рашидат Лаип, некоторые умеренные демократы, такие как Джерри Надлер, он, впрочем, ранее говорил о своей позиции, и многие законодатели ультраконсервативного толка, такие как Маржарита Эйлор-Грин, Мэтт Кеттс, Томас Месси и многие другие. Это произошло даже на фоне того, что руководство обеих партий Нижней Палаты и демократ Хаким Шдрефрис и его окружение, и, соответственно, спикер Джонсон и другие руководители республиканской партии заявили о том, что они как раз всеми силами поддерживают этот проект закона. Теперь мяч на стороне Сената. Как будет выглядеть позиция его руководителя, мы, скорее всего, в ближайшее время узнаем. Сообщение корреспондента «Голоса Америки» Наталки Писни. Как выяснило журналистское расследование, авторитарный лидер Беларуси Александр Лукашенко строит себе очередную шикарную резиденцию. Причем на этот раз на российской территории, неподалеку от Сочи. По данным этого расследования, бюджет Беларуси недосчитался из-за строительства резиденции миллиарда долларов. Но, конечно, вопрос, который волнует общественное мнение куда больше, готовит ли Лукашенко себе в России так называемый запасной аэродром. Рассказывает белорусский политический аналитик Виталий Цыганков. Журналисты независимого белорусского телеканала «Белсад» и бывшие силовики объединения «Белпол» выяснили в своем расследовании, что новая резиденция Александра Лукашенко возводится в поселке Красная Поляна Адлерского района в городе-курорте Сочи. И процедура, скажем, механизм получился такой. Земля, на котором сейчас идет стройка, ранее являлась государственным имуществом республики Беларусь. Однако, довольно секретным указом, Лукашенко решил продать это имущество, эту землю российской компании «Комплекс Инвест». А следующим указом Лукашенко позволяет этой компании купить эту землю в два раза ниже изначальной стоимости. То есть, фактически, речь идет о том, что даже в первом указе сумма продажи земли была ниже настоящей суммы. Так заявил журналистом представитель этой организации бывших белорусских силовиков «Белпол» Владимир Жихарь. И в результате совместного расследования силовиков и журналистов оно показало, что почти 10 гектаров земли в поселке Красная Поляна выкупила зарегистрированная в России компания «Комплекс Инвест», которая связана с лукашенковским представителем или бизнесменом Виктором Шейманом. Можно сказать, что это очень знаковая личность. Шейман один из немногих, кто сейчас в окружении Лукашенко остался из его команды в 1994 году, когда Лукашенко шел и потом победил на президентских выборах. То фактически Шейман единственный, кто сегодня рядом с Лукашенко, который был еще в его команде тогда, 30 лет назад. Он был генпрокурором, обвинялся в причастности к убийствам белорусских оппозиционных политиков в конце 90-х. Ну и сейчас выполняет самые деликатные и секретные поручения Лукашенко. Так что вот именно фирма, связанная с Шейманом, купила эту землю по очень низкой цене. И, как заявляют расследователи, в 20 раз меньше, чем реально. В результате белорусский бюджет, как они заявляют, понес финансовые потери в сотни миллионов долларов. И там сейчас строится, ну, такой комплекс, ресторанный, спортивный комплекс, большая гостиница, бассейны и другие дорогостоящие объекты. Стены из монолитного железобетона, позолоченные ручки на дверях, ну, все как обычно. Бассейны, кухни, рестораны, личный кабинет и так далее. Всего около 12 объектов общей площадью свыше 7 тысяч квадратных метров. Ну и очевидно, что этот объект, скорее всего, можно рассматривать как некий, с одной стороны, запасной аэродром для семьи Лукашенко, с другой стороны, как такая, ну, инвестиция в бизнес-империю Лукашенко, которая расширяется, которая имеет счета во многих странах. Но, видимо, российское направление для Лукашенко считается самым безопасным. И в любом случае, либо запасной аэродром, где он сам и его семья собирается жить после того, как уйдет от власти, либо просто это построенные там комплексы, можно действительно рассматривать как такое хорошее вложение денег, инвестицию, когда покупаешь в 20 раз дешевле, чем оно реально стоит. И потом это можно будет, ну, с большой выгодой продать. Остается только добавить, что в самой Белоруссии за все эти годы у Лукашенко журналисты и расследователи насчитали минимум 18 резиденций в самых разных регионах страны, там, в парках и так далее. И вот сейчас, видимо, Александру Лукашенко этого показалось малым. И самая, видимо, грандиозная и большая его недвижимость строится около Сочи. Рассказывал белорусский политический аналитик Виталий Цыганков. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска «Андрей Амочкин». Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», в телеграм-канале «Время свободы» и на популярных платформах подкастов. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин